Всем привет! С вами снова ваши диванные гонщики. У нас сегодня на обзоре Pirelli Extra X. Если вдруг не подписаны на наш канал, то сейчас самое время. Пай! Про Pirelli Extra X немножко расскажу. Это очень популярная покрышка. В первую очередь, потому что она дешевая. Сама покрышка Pirelli Extra X, она рассчитана на средний мягкий, средний и средний твердый грунт. То есть, достаточно широкий спектр работы колеса. В принципе, многие используют ее для эндуро. На ней можно и по асфальту прокатиться. Конечно, колеса не одобрены. Для эксплуатации по дорогам общественного пользования сертификата нет. Но ездить на ней по асфальту можно, если осторожно и недалеко. Можно на ней кататься по лесу. Колеса используются начинающими кроссменами и опытными кроссменами для тренировок. Используются эндуристами. Но в прошлом сезоне почему-то с ней были проблемы. Очень часто жаловались на то, что просто отлетают боковые шипы. Вообще, пюрели в принципе славятся держаком, но с боковыми грунтозацепами очень часто бывают проблемы. Непонятно, с чем это связано, но было отмечено, что бразильские покрышки не разваливались, а покрышки из Индонезии разваливались. Так вот, что было замечено, вот у меня покрышка из предыдущего сезона, а вот покрышка из этого сезона. Так вот, пощупал я два колеса и оказалось, что покрышка из предыдущего сезона на ощупь гораздо тверже, чем покрышка из свежего завода. То есть просто если их взять в руки, трогаем эту и трогаем эту, такое ощущение, что это два разных колеса. И я не думаю, что связано все это дело с датой производства, потому что эти колеса в прошлом сезоне были такими же твердыми. А эти, которые зашли недавно в Россию, они значительно мягче. Мое мнение, что проблема отлетания шипов именно в этом. Состав резины той партии был значительно твердым. То есть это у нас два абсолютно одинаковых колеса. Pirelli Extra X и Pirelli Extra E. По составу они ничем не отличаются, но на ощупь отличаются значительно. Можно вот так вот пожмакать. Прям сильно ощущается, что колесо из свежей партии значительно мягче. Вот так вот можно тоже шип погнуть. Здесь он практически не гнется на старой партии. В общем, здесь состав значительно мягче, чем здесь. То есть это свежее колесо, это колесо из более ранней партии. Если пощупать за корт, то тоже замечаем, что свежее колесо играет значительно мягче, легче, чем колесо из предыдущей партии. И еще раз повторюсь, что дело не в годе, а в составе резины. Потому что ранее эти колеса были такими же твердыми, какие они сейчас. Это твердое, это мягче. Состав разный. Друзья, все, кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не держите в секрете от друзей. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok